МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В проекте бюджета республики финансисты сделали расчеты не на один год, а сразу на трехлетний период, как это было раньше. Прогноз предусматривает рост промышленного производства от 2% в 2017 году до 2,7% в 2019 году. Соответственно, предусматривается также рост по основным бюджетнообразующим показателям, таким как фонды оплаты труда, налогооблагаемая прибыль и стоимость имущества, которое также, как вы знаете, облагается налогом на имущество. По словам министра, в следующем году на образование будут тратить больше. Причина – увеличение количества детей в детских садах и школах и повышение оплаты труда работников дошкольных учреждений. Расходы на госслужащих уменьшатся, чиновников ждет сокращение. Правда, пока информацию о масштабе грядущих увольнений Минфин не раскрывает. На новый уровень планируется вывести межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Карелии. И на следующий год мы предлагаем усилить поддержку бюджетов городских округов и поселений. И в первую очередь это дополнительная поддержка в вопросах содержания и ремонта муниципальных дорог. Всего республика предполагает потратить в следующем году почти 32 миллиарда рублей, а получить 30. Львиной долю доходов от налоговых сборов обеспечат энергетика, лесная и горнодобывающая отрасли, финансовый сектор и торговля. Дефицит бюджета составит почти 2 миллиарда, но это, по словам главного финансиста республики, не помешает ограничить рост госдолга Карелии, который на сегодняшний день превышает региональные доходы. 26 октября правительство республики рассмотрит проект закона о бюджете и до 1 ноября внесет его на рассмотрение в законодательное собрание. Ну вот как мы слышали, и собственно наверняка мы об этом знали и раньше, что львиную долю доходов в бюджет приносят налоговые поступления, безусловно. И в связи с этим к вам у меня вопрос. В законодательное собрание Карелии будут внесены 2 новых законопроекта о налогах на территории республики. Как они правильно называются, чтобы было понятно, и что они за собой влекут? Вот об этом мы сегодня поговорим. Начнем прямо вот с названий. Ну я хотел бы сразу оговориться, что они уже внесены главой республики в законодательное собрание. Более того, на прошлой неделе на первом заседании обновленного состава комитета по бюджету и налогам состоялось рассмотрение уже. И я так полагаю, что вот буквально завтра, 27 октября, будет рассматриваться вопрос на заседании законодательного собрания. Первый законопроект, это проект закона о ставках налогов на территории республики Карелия. Это основной закон, по которому идет формирование налоговой части, доходной части бюджета от налоговых поступлений. И он разрабатывается практически по всем видам налоговых платежей. Там, где предоставлены полномочия субъекту Российской Федерации регулировать те или иные вопросы. Будь то установление ставок, предоставление льгот и так далее. Второй закон, это закон о дате перехода на кадастровое налогообложение имущества физических лиц. Это закон, который разработан в рамках тех полномочий, которые имеет субъект. Субъект Российской Федерации должен определить дату перехода на кадастровое налогообложение имущества граждан. А в дальнейшем это уже будет как бы прерогатива представительных органов власти местного самоуправления по реализации этого законодательства. Начнем тогда налоговые ставки на территории Карелии. Мы, ну так воспитаны, да в общем, наверное, это во всем мире, так когда меняются налоги, ну или законы о налогах, мы все время ждем увеличения платежей, увеличения налогового времени на нас. Как это отразится, так ли это на самом деле? Я должен сказать, вот понимая ваш вопрос, я хотел бы сказать, обратить особое внимание на что. Вот сейчас прозвучало в сюжете о том, что основные параметры нашего бюджета на следующий год составляют 30 миллиардов доходная часть бюджета, значит 31,9 миллиардов расходная часть бюджета. Дефицит нашего бюджета, ну практически 2 миллиарда, миллиард 900. И естественно в связи с наличием такого дефицита бюджета, то есть те доходы, которые собираются на территории республики, они как бы не покрывают всех потребностей бюджета в расходах, они влияют на формирование, естественно, государственного долга, который имеется у республики. Потому что приходится производить определенные заимствования, будь то бюджетные кредиты, коммерческие кредиты, размещение ценных бумаг, для того, чтобы вот эту разницу обеспечивать источниками финансирования. Так вот, в доходной части бюджета, в этих 30 миллиардах рублей, налоговые и неналоговые, поступления составляют порядка 21,5 миллиарда рублей. Чисто налоговые поступления составляют где-то, ну вот в прогнозе, они составляют порядка 20 миллиардов рублей. Две трети доходной части бюджета. То есть от этого, естественно, от того, как будет идти налогообложение, как будут идти эти процессы, сбора, администрирования налоговых платежей, во многом зависит исполнение доходной части. Что касается проекта бюджета, понимая, проекта закона, я извиняюсь, понимая, что мы вот профицитная территория, мы дефицитная, извиняюсь, дефицитная территория, мы вынуждены, как бы, помимо поиска источников финансирования, например, покрытия этого дефицита, естественно, прибегать к помощи федерального центра. И на сегодняшний день, я должен сказать, что имеется соглашение, в частности с Министерством финансов, которые, как бы, предусматривают принятие определенных мер со стороны правительства республики и законодательного центра. Ну, попросту говоря, они нам помогут при условии, что? Да, ну, одно из условий, это была разработка программы оздоровления государственных финансов. Это комплексный программный документ, который утвержден правительством республики. Он включает в себя не только оптимизацию расходов и там сокращение, например, аппарата управления, значит, но он включает в себя и целый блок мероприятий, которые направлены на увеличение доходной части бюджета. Будь то какие-то экономические определенные, значит, показатели, в том числе и вопросы, связанные с формированием налогов. С формированием налоговой базы. Нам невозможно, ее нет, да, она уже и так увеличена? Нет, нет, я еще раз повторяю. И приходится из того, что есть, брать бюджет. Нет, нет, я еще раз повторяю, это и экономические вопросы, связанные с чисто экономическим развитием территории, это и вопросы, связанные с налоговым администрированием и налоговым законодательством. То есть тут сочетание двух направлений. Потому что одними налоговыми, как бы, реформациями не добиться улучшения ситуации. Изменениями ставок в сторону увеличения не добиться этого прироста. Абсолютно точно. И, наверное, в общем-то, вопросы экономического развития, они в большей степени влияют на доходную часть, чем, например, изменения просто ставок. Что касается непосредственно этого законопроекта, да, он, в общем-то, направлен в том числе и на решение вопросов об увеличении собираемости доходов в бюджет. Давайте тогда уточнять, какие вредут изменения. Ну, я бы разделил на несколько блоков. Первый блок, он касается льгот, которые имеют на сегодняшний день налогоплательщики. Не все, отдельные категории. Ежегодно, в соответствии с тем законодательством, которое действует на территории республики, у нас проводится оценка эффективности льгот. То есть, те льготы, которые ранее установлены были законодательством, правительство делает оценку их эффективности за последние три года. И там, где, первое, если льготы не дали того эффекта экономического, социального, для которого они были введены. И, второе, если они вообще не востребованы, у нас есть такие ситуации, когда льгота просто прописана в законодательстве, фактически она не действует. Тогда вносится, мы обязаны, правительство обязано внести изменения в действующее законодательство, то есть предложение о внесении изменений в действующее законодательство. И законодатели принимают такое решение. Поэтому, вот данный законопроект, он предусматривает оптимизацию ряда льгот. Оптимизация, это не только отмена льгот. Например, я могу привести пример, что мы отменяем те льготы, которые были у нас, в частности, по предприятиям мукомольной, перерабатывающей промышленности. Ну, в частности, у нас Кандапурский ККП подпадал под эту льготу, потому что там сейчас... У нас, в принципе, один вид, да? Да, да. Она, во-первых, и не востребована, во-вторых, она вообще не оказала никакого влияния на деятельность комбината. У нас не отмена, но в то же время изменение параметров льготы произойдет, если законодатели примут этот закон, произойдет, например, по лесозаготовительным, деревообрабатывающим предприятиям. Там ставка, в частности, налога на имущество, если она сейчас действовала в размере 0,2%, она меняется до 1,8%, при максимальной 2,2%. То есть льгота практически остается, но, тем не менее, сама ставка повышается. Вот такие... Много ли льгот попадают в этот перечень? Ну, льгот не очень много, не очень много. Какие основные, которые принесут основное пополнение в бюджет? Я бы сказал, что основное пополнение, это то, что мы предлагаем отменить льготу по бюджетным учреждениям. Те учреждениям, которые финансируются из бюджета, они имели льготу. Сегодня на заседании правительства Ирина Ивановна уже докладывала и говорила о том, что под уплату этого налога предусмотрено будет финансирование как в республиканском бюджете, так и в межбюджетных отношениях. Для чего это сделано? Мария Александровна, пока не назвали эту льготу. То есть льгота бюджетным организациям. Льгота по налогу на имущество. По налогу на имущество. Она была в виде полного освобождения. Мы ее предлагаем отменить. И это связано с тем, что мы побуждаем освобождаться от того непрофильного имущества. Потому что сейчас никаких резонов избавляться нет. Оно никак не влияет. А в данной ситуации оно будет заставлять задумываться над тем, чтобы эти активы ревизировать. Но тем не менее, понимая ситуацию, что это касается бюджетной сферы, она очень серьезная по своим масштабам, то есть по своей абсолютной сумме. Она более 100 миллионов рублей. А как они должны избавляться? Выставлять на продажу, на аукционную? Это может идти, если это государственное имущество, оно может идти через реализацию, через комитет по государственному имуществу, который занимается этими вопросами. Если это муниципальная собственность? Через муниципалитеты, да. Второе направление, это в большей мере касается транспортного налога, который предусматривается этим законопроектом. По ряду категорий мы предлагаем увеличение ставок налога. Это, наверное, будет касаться практически всех. Да, у нас законопроект содержит предложение об увеличении, поэтапном увеличении в зависимости, в том числе от возраста автомобиля, ставок по автотранспорту до 100 лошадиных сил. Это самая такая распространенная категория. Это сделано в связи с тем, что та ставка, которая сегодня действует по этой категории транспорта, она составляет 6 рублей. И она у нас на протяжении практически 10... 6 рублей с лошадиной силой? С лошадиной силой, да. И она практически 10 лет не менялась. На сегодняшний день мы предлагаем провести такое некое выравнивание между категориями транспорта. При этом мы предлагаем учитывать возраст автомобиля и как бы градировать эту ставку. Вот я видел, что в каком-то сюжете по одному из каналов прозвучало, что почему-то правительство не предлагает по мощным автомобилям изменения ставок. Я сейчас к мощным придем. Все-таки я хочу для себя понять. То есть сейчас ставка налога на транспортное средство мощностью до 100 лошадиных сил какова? Сейчас вот по условиям 2016 года, то есть за 2016 год, в следующем году граждане будут платить 6 рублей с лошадиной силой. Повышать до какой ставки? Мы предлагаем сейчас сделать повышение в зависимости. Например, если у человека автомобиль свыше 10 лет находится, ставка останется той же самой. Если у человека автомобиль от 5 до 10 лет, он будет платить по ставке 10 рублей. И предлагаем до 15 рублей. То есть чем старше автомобиль, чем хуже он выглядит, чем больше он загрязняет воздух, тем дешевле он будет обходиться владельцам. Ну, это можно говорить и так, но мы ведь не привязываем транспортный налог к загрязнению воздуха. Там существуют другие регуляторы, как говорится. Здесь, конечно, исходили из того, что есть определенная категория граждан, которые не могут себе позволить замену автомобиля там чаще, чем раз в 5 лет или 10 лет. Понятно. Но это предлагается в первые 2 года с переходом. Я хочу подчеркнуть, что увеличение ставок, оно коснется базы 2017 года. То есть люди реально платить будут по этим новым ставкам до 1 декабря 2018 года. То есть эффект бюджетный это будет в 2018 году. Понятно. Не сразу. То, о чем вы стали говорить, я, к сожалению, вас перебил по поводу мощных автомобилей. Да, просто я хочу пояснить, чтобы у людей было правильное понимание. Я сказал, что у нас вот эта ставка 6 рублей, она действовала последние буквально 10 лет. И она не менялась. И она не максимальная, которая предусматривается налоговым кодексом. Она, наоборот, близка к минимуму. А вот то, что касается мощных автомобилей, там 250 за 200 лошадиных сил, почему сейчас не коснулись этих ставок? Да, просто по той самой причине, что несколько последних лет владельцы этого транспорта платят по максимально допустимой ставке, которую предусматривает налоговый кодекс. У нас просто нет никаких прав на то, чтобы пересматривать. А средний класс, так называемый, ну хотя бы в этом сегменте, в транспорте, тех, у кого от 100 лошадиных сил до 200. Да, 50 сейчас платят по ставке 30 рублей за лошадиную силу. Вот. И мы предлагаем на 5 рублей увеличить эту ставку, то есть 35 рублей. Ну вот мы делали такой некий анализ по среднему классу машин, там Рено Логан, вот например. Например, там, где-то получается, что, например, если платеж там, условно говоря, был сейчас порядка 3 тысяч рублей за транспортного налога, то вот в переходе, как бы, ну в 2018 году этот платеж будет порядка 3,5. Ну то есть, в общем, не так катастрофично. Ну не критично, на наш взгляд, это не критично. И почему вот возникла ситуация по внесению предложений по до 100 лошадиных сил, потому что видите, какая разница. 100 лошадиных сил 6 рублей, а 120 уже 30 рублей, даже действующие ставки. В абсолютном выражении сколько предполагаете получиться? В целом, вот по этому законопроекту мы предполагаем, что это в 2017 году даст нам эффект порядка 170 миллионов рублей. Вот, а то, что касается 2018 года, когда уже и транспортный налог начнет поступать в бюджет, это порядка 235 миллионов рублей, как бы эффект бюджетный. Но я, если позволите, я хотел бы сказать и о третьем направлении, которое является, на мой взгляд, очень важным в этом законопроекте, это переход торговых организаций на определенные категории торговых организаций на уплату налога на имущество, исходя из кадастровой оценки имущества. Это наши предложения касаются тех торговых предприятий, которые имеют в собственности помещения свыше 500 квадратных метров. То есть там предусматривается, сейчас уплата производится по балансовой стоимости, исходя из балансовой стоимости налога на имущество. Тот, кто на едином, на упрощенной системе налогообложения, он не платит вообще налога на имущество. Мы предлагаем ввести вот ту норму налогового кодекса, которая уже действует два года, значит, у себя на территории в отношении торговых организаций, имеющих вот такие помещения торговые свыше 500 квадратных метров. Много ли таких организаций в республике? Это будет формироваться список. На сегодняшний день проект такого реестра будет назначен уполномоченный орган, который будет отвечать за формирование этого реестра. Законодатель допускает, что мы можем не охватить, и, наверное, мы не охватим всех, кто имеет вот такие помещения, сразу же в первый же год. Он предполагает, что будет идти формирование этого реестра. На сегодняшний день он порядка полусотни, наверное, предприятий включает. Ну, немного, я тоже представляю, это очень большие достаточно площади. Это норма. Мы все-таки решили предложить вот это ограничение законодателям, если они согласятся, потому что, ну, нам кажется, это будет более такой мягкий переход на это налогообложение, нежели не ограничивать вообще и всю торговлю подвести. Для тех предприятий торговли, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, ставка, и будут иметь вот такие площади, более там 500 квадратных метров, ставка предусмотрена 0,5, в отличие от 2%, которые общая ставка предусматривается. Опять же вопрос очень простой. Не перенесут ли налоговое бремя ритейлеры, торговцы, себя на покупателя? Ну, во-первых, я хочу сказать, что не факт, что где-то конкретно будут, потому что кадастровая оценка, я вам хочу сказать, что вот тот анализ, который мы пытаемся провести, в том числе и по физическим лицам, она показывает, что иногда результаты бывают совершенно разные. То есть кадастровая оценка оказывается меньше. Поэтому, ну, естественно, наверное, учитывая, я должен сказать, что все издержки учитываются, естественно, конечно, то, что налоговые платежи придется предпринимателю платить, то ли в виде своих прямых платежей, то ли в виде аренды собственнику, который будет выступать. Ну, естественно, да. Это вопрос, может быть, на сегодняшний день касается, конечно, только предпринимателей, но по поводу кадастровой стоимости налогообложения имущества по этой кадастровой стоимости граждан, касается всех граждан. У нас возникали даже в нашей тут редакции разговор о том, что действительно ставки не увеличились, и платить стало больше за дачный домик, там, за то, что есть в собственности. Это второй законопроект, который внесен, и мы надеемся, что он будет принят. Я должен сказать, что по Северо-Западу такое законодательство принято практически везде, за исключением, по-моему, Мурманской области и Карелии. Этот законопроект предполагает введение с 1 января следующего года кадастрового налогообложения имущества физических лиц, собственников. То есть выступать будут те, кто имеет в собственности жилые помещения, какие-то дачи, постройки, гаражи и так далее. Субъект Российской Федерации, в частности, Республика, она принимает решение о переходе на эту систему налогообложения. В дальнейшем, как бы, все находится в руках законодательных представительных органов местного самоуправления. Им даны достаточно широкие права. То бишь, установление конкретной ставки, установление конкретных дополнительных льгот, помимо тех 15 категорий, которые прописаны в налоговом кодексе, они могут увеличивать налоговые вычеты, которые предусмотрены законодательством. Фактически, налогообложение будет, переход на это налогообложение, он будет достаточно мягким. Потому что первые 4 года предусматривается, что в первый год человек, собственник, будет платить 20% от суммы налога, второй год будет платить 40%, третий 80%, вернее 60%. Но это официально закреплено в законопроекте. Это закреплено не в законопроекте, это уже норма налогового кодекса, прямая норма, которая действует. Поэтому все будет, конечно, степень, как бы вот этого налогового, ну скажем так, степень объемов налогообложения, она будет зависеть, конечно, от того, какие ставки будут установлены. Я не думаю, что у нас будут далеко уходить от той базовой ставки, которая прописана 0,1% от кадастровой стоимости. То есть, если человек, например, имеет квартиру, он получает, имеет кадастровую оценку стоимости этой квартиры, он за вычетом 20 метров, это налоговый вычет по конкретной квартире, он с остальной части, как бы, собственности платит по ставке 0,1% от кадастровой стоимости. Вот. А как, ну просто мне любопытно, как оценивается дачный домик? Например, ну квартира, наверное, есть, понятно, там, а он всех же, там разные экспериментальные материалы используют. Нет, ну если проведена кадастровая оценка, то есть Росреестр, управление Росреестром у нас на территории республики, ведет реестр собственности, у нас порядка, ну, если мне не изменяет память, 320 тысяч собственников, и если он имеет кадастровую оценку и оформлена соответствующая собственность, то он находится в этом реестре, и данные этого реестра, они являются для налоговой службы, как бы, для начисления. А до того, платил ли гражданин, собственник своего имущества этот налог? Да, у нас налогообложение производилось, но оно производилось, собственники жилья, и вот здесь вы очень правильный вопрос задали, чтобы я не упустил, еще пояснение одно дать. Собственники жилья платили с инвентаризационной стоимости этого жилья, но платили по ставке 2%. Вот, то, что касается вот инвентаризационной стоимости жилья, мы введением вот этого кадастрового налогообложения решаем еще одну социальную несправедливость, которая на сегодняшний день сложилась, и не только у нас, а в тех субъектах, кто не перешел на эту кадастровую оценку. Дело в том, что по тем объектам недвижимости, которые вводились в действие после 2013 года, 2014-2015 год, инвентаризационная стоимость не проводилась. И налоговая инспекция, не имея, как бы, этой инвентаризационной стоимости, она не могла предъявить, потому что мы не перешли на кадастровую, она не могла предъявлять этим собственникам платежей. И у нас складывалась ситуация, что буквально вот в стоящих друг напротив друга домах, но в зависимости от того, когда они были введены, одни платили граждане, другие нет. То есть сейчас этот вопрос будет, как бы, вот это... Но вот тоже стоимость инвентаризационная и кадастровая, она отличается? Все зависит, естественно, от того, какой это конкретно дом, какой это... Или в каждом конкретном случае? В каждом конкретном случае. Я вам хочу сказать, что мы пытались сделать оценки. Конечно, в большинстве случаев кадастровая стоимость все-таки выше, но вот то, что касается, например, там нового жилья, не всегда, не всегда. То есть бывают ситуации, что и инвентаризационная стоимость была несколько выше кадастровой оценки. Ну понятно, все это начнет действовать физически, люди почувствуют на себе эти налоги еще как минимум через год. То есть начнут платить в 2018 году, но, тем не менее, готовиться нужно. И, в общем, судя по ставкам, которые сейчас применяются, это такая, что ли, заявительная мера, что платить надо и платить придется. Да, как бы я понимаю. То есть это... Спасибо, спасибо, что пришли, спасибо, что рассказали. Это, наверное, я надеюсь, что не последняя наша встреча, потому что и по поводу этих налогов, и по поводу других у нас наверняка возникнут вопросы, и мы постараемся вас пригласить в студию. Вы укройте время и расскажите нам ответить на вопросы. Спасибо вам. Я напоминаю, что вы сегодня смотрели программу «Карельский капитал» на телеканале «Ника плюс». У нас в гостях был заместитель министра финансов Карелии Александр Грещуков. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok